Друзья, я включил запись, вы услышали это объявление, и это означает, что начинается формальная часть нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня 19 января 2022 года, 16 часов 2 минуты, московское время, и мы начинаем наш вебинар номер 2, зимней-весенней сессии 2022 года. Сегодня у нас выступает Борис Борисович Зелинер, ОИВТ РАН. Ну вот название вы видите на экране. У меня просьба ко всем, ну вот уже почти все тут это знают, отключить звуки компьютеров. Вот я Фомина отключил, но у нас есть еще несколько человек, которые не отключились. Не отключились. Ну практически уже все, кто не выступает, все отключились. Значит, итак, экспериментальное исследование ультрахолодного ритберговского газа. Ну, эта тема, она очень волнительная для нас, для тех, кто занимается холодным синтезом. Причина этого, может быть, станет понятна в ходе выступления, в ходе сегодняшнего доклада. Если, или может быть, кто-то читал вот статьи Холмлета, который этим довольно давно, уже лет 30 занимается. Но сегодня будет немножко, ну, как бы по-другому построен доклад. Это будет фундаментальное, практически ортодоксальное исследование в физике плазмы. Но нам это чрезвычайно интересно, потому что вот мы, люди, которые какой-то такой вот новой физикой занимаемся, и нам надо иногда сверять часы, на мой взгляд, вот как все-таки работает стандартная лаборатория физическая, и это очень важно. Вот мы сегодня это, я думаю, я уверен в этом, мы сможем это увидеть. Ну, вот Борис Борисович, он относится к такому молодому поколению физиков, который вот пришел в Ифтан на смену таким, вот типа меня. Я в свое время тоже работал в Ифтане. И это очень здорово, потому что вот такие люди приходят в физику, это очень важно. Он окончил МИФИ, это тоже очень интересно. Вот я выключаю тут кое-кого, потому что приходят и забывают отключить. Друзья, кто входит, пожалуйста, выключайте звуки своего микрофона. Это мешает выступающему. Он из МИФИ, это раньше были физтехи в основном и МИИ. Ну, вот МИФИ, это важная такая очень тоже единица научная в российской образовательной системе. И это очень важно, что вот именно оттуда стали поступать люди. Ну, такие уже тоже есть. Например, вот Дмитрий Баранов у нас тут, один из тоже участников нашего вебинара. Пархомов его сегодня, кстати, почему-то нет. Еще кое-кто окончили тоже Сахаров, окончили в свое время тоже МИФИ. Друзья, у меня просьба, те, кто входит, отключайте, кого я запускаю. Отключайте, пожалуйста, звуки своих микрофонов. Значит, вот несколько слов я про Холмиду уже сказал. Ну, давайте послушаем, собственно, нашего докладчика сегодня. И, возможно, тему Холмлида где-то в конце пообсуждаем, кто что-то знает на эту тему. Давайте обменяемся какими-то своими мнениями. А эксперт в этом вопросе, а Борис Борисович, безусловно, эксперт, потому что он в диссертации у него, кандидатская, посвящена Риттберговскому газу. Он, наверное, сможет как-то все это прокомментировать. Борис Борисович, пожалуйста, вам слово. Хорошо, спасибо. Ну, вот тут обсуждались, откуда все студенты. Вот у меня в лаборатории студенты как раз из трех институтов. Вот я являюсь профессором МИИ и МИФИ одновременно. Вот у меня и из МИИ, и из МИФИ студенты есть, и также из МФТИ. Вот все эти три учебных университета, значит, все представлены в моей лаборатории. Значит, хочу еще вот что сказать. Началось все это, вся моя исследовательская деятельность в 2000 году, то есть уже прошел, получается, 22 года. Я в 2000 году на четвертом курсе института пришел к Эдуарду Анатольевичу Манекину. Это мой научный руководитель. И под его руководством я защищал кандидатскую диссертацию. И в начале как раз то, что мне первое рассказал Эдуард Анатольевич, это про Хомлида, про то, что вот есть эксперименты, которые вроде бы как подтверждают его первую статью по Риттберговскому веществу, которое возникло в 1981 году. Я немножко покажу сейчас картинки из статьи, это общие статьи Манекина Холмберда 1997 года. Но прежде всего он меня заинтересовал тем, что в 1999 году впервые была получена так называемая ультрахолодная плазма. Она была получена в Национальном институте стандартов Соединенных Штатов Америки. И в этой лаборатории получили ультрахолодную плазму при температуре 0,1 кельвина. Под руководством такого замечательного физика Стивена Ролстона и его аспирант Томас Киллиан. И вот это основная статья, с которой все началось. И более того, я когда пришел к своему отцу Борису Вигдоровичу Зеленеру, который тоже является сотрудником моего ТРА, он сказал, что это то, чем я занимался 20 лет назад. Пересеклись мои исследования, его исследования. С тех пор мы вместе занимаемся этой очень интересной темой и риттберговскими атомами, и прежде всего ультрахолодной плазмой. Но сегодня пойдет речь больше о риттберговском газе. Для начала я набросал небольшое содержание. Сначала я расскажу о введении в теории риттберговских атомов. Покажу, чем они уникальны, чем они интересны. Потом расскажу об основных методах получения и регистрации риттберговских атомов. Потом расскажу о том, что мы делаем в нашей лаборатории, как мы измеряем энергии риттберговских атомов, полученных в магнитооптических ловушках. Немножко расскажу о том, что такое магнитооптические ловушки. Возможно, не все знают, что это такое. Дальше расскажу о наших последних работах про чувствительный метод детектирования плазмы на основе автонизационных резонансов риттберговских атомов кальция-40. И три последних тезисов в содержании – это эксперименты по квантовым симуляторам. Это не наши эксперименты, я обзор небольшой сделаю, что делают, где еще можно применить риттберговские атомы. Значит, в квантовых симуляторах расскажу про аналоги риттберговских атомов – это экситоны, являются аналоги риттберговских атомов. И расскажу про наш эксперимент, возможно, в будущем с корпорацией Роскосмос, космический эксперимент. Это наш проект, который уже очень долго, наверное, уже на протяжении пяти лет, проходит согласование. Сейчас он находится в такой окончательной уже стадии. Вроде бы до ТЗ добрались, еще не добрались, но практически предварительно. Там еще какие-то согласования нужно сделать, но об этом я тоже расскажу. Итак, я тут набросал такую табличку про свойства риттберговских атомов. Тут вот здесь написаны свойства атомов, та зависимость, которая получается для этих свойств. И сравнение, значит, водород при n, равное 2, и при n, равное 50. Ну, вот риттберговский атом, на самом деле, это любой атом, у которого главное квантовое число больше десятки. То есть в космическом пространстве наблюдают риттберговские атомы до тысячи с главным квантовым числом. Но в нашей лаборатории мы максимально разрешаем уровни риттберговских атомов где-то в районе 170. Это связано с тем, что у нас все-таки они находятся при абсолютном нуле. Плюс есть какие-то внешние поля, которые размазывают линии. И вот выше 170 уровней где-то начинается уже непрерывный спектр. То есть мы не различаем уровни. Значит, итак, энергия связи для пропорциональной n-2, значит, соответственно, для водорода на n, равное 2, это 4 электронов вольта, огромная энергия связи, а для 50 уровня это 5,4 милиэлектронов вольта. Чувствуете, да, в тысячу раз падает энергия связи. Расстояние между уровнями, да, по энергии. Второй уровень 2 электронов вольта, для 50-го и 51-го уровня, да, это 0,2 милиэлектронов вольт. Дальше. Риттберговский атом, он очень большой. Для 50-го уровня это уже порядка 132 нанометров. А если еще больше уровень, видите, там, а на n-квадрат, вот легко понять, что там сотый уровень еще больше. То есть как n-квадрат зависит, то есть микроны, может быть, еще больше. Да, время жизни тоже очень важная вещь, чем более высоко возбужденный уровень, но это спонтанное время жизни. Это то, через какое время электрон упадет вниз. То есть для второго уровня это 10-9 секунды, то для 50-го уровня это уже 10-4 секунды. Это уже такое макроскопическое время. Но здесь не все так хорошо. Дело в том, что из-за того, что энергия связи очень маленькая, критическое поле, вы можете увидеть, здесь дальше идет, что вот, чтобы оторвать электрон, от второго уровня надо 5 на 10-9 вольт на метр, а до 50-го уже 5 на 10-3 вольт на метр. Очень небольшое поле. И поляризуемость вообще, как n-7 зависит, и величина огромная поляризуемость. То есть ритберговский атом, он сильно меняет свою линию под действием полей, магнитных, электрических. И в этом смысле он является очень хорошим сенсором таких полей. Это тоже одно из его преимуществ. Это, скажем так, самые лучшие датчики на основе ритберговских атомов. Можно получить лучшие датчики электрических магнитных полей, чем в настоящее время в Америке уже созданы предприятия. Правда, ритберговские атомы горячие, а эти резонансы делают. Ну, это вот такое интересное и очень интересное направление развития. Но при этом атомы ритберговские очень хрупкие. Их можно очень легко разрушить, несмотря на то, что большое время жизни, вот такое спонтанное время жизни, небольшое поле или микроволновое излучение, то есть температура или столкновение, приводит к разрушению ритберговских атомов. Ну, внизу еще я привел поле, ну, это формула для формулы Бора. Тут есть потенциал энергии ритберговского состояния, есть потенциал ионизации, минус постоянное ритберга на n минус дельта в квадрате. Ну, и для водорода дельта не будет, дельта – это квантовый дефект, в зависимости от того, какой элемент. А вот еще прибавочка – это как раз квадратичный эффект Штарка, вот это M7, связан с квадрализуемостью, и линия тоже сильно меняется. Так, как получают ритберговские атомы и как их регистрируют? Ну, на самом деле, история ритберговских атомы, несмотря на то, что кажется, что это какая-то новая физика, на самом деле, это далеко не новая физика. Еще в конце 19-го, начале 20-го века смотрели на Солнце, видели линии Лаймана, Бальмера. На самом деле, с ритберговских атомов началась квантовая механика. Как их получают? Ну, получают в эксперименте, ну, в начале, там, вот это эксперимент, то, что я показываю, это 70-е годы. Значит, газоразрядный трубка, пахают электрическим полем, разрядом, и получаются все возможные ритберговские уровни, там, в большом широком диапазоне. То есть, горячий газ, ну, если вы начнете прикладывать резко поле, то вы сможете при каком-то определенном потенциале оторвать электрон от атома и, соответственно, фиксировать на детекторе электронов или ионов сигнал. Ну, вот здесь вот на этой осциллограмме, которая еще с матистом была сделана, тут вот нарисована энергия по этой оси. Мышку видно? Видно, видно, видно мышь, да, хорошо. Вот здесь вот, вот здесь вот ноль, ноль, это, значит, отсутствует магнитное поле. Тут вот эксперимент был с магнитным полем, ноль, нет магнитного поля, отрывают электроны, видят вот такие вот пички на микроканальной пластине, значит, она там на осциллограф приходит, и, в общем, вы видите, вот пички, которые соответствуют по энергии. Вот здесь 33-й, 34-й, 35-й и так далее уровень. А если включаете магнитное поле, ну, тут вот начинается зимановское расщепление, и видно, как из одного их становится несколько, и вот можно проследить крайний пик, как они вот расщепляются, наезжают друг на друга. И тут целая прям история изучения вот этих вот взаимодействий разных подуровней, вот этих магнитных подуровней, там тоже теоретические работы писались. Вот один из таких знаменитых ученых, который занимался рибридовскими атомами, у него книжка есть, это такой Галлахер есть. Вот он множество работ сделал по исследованию всевозможных свойств рибридовских атомов. Ну, там много очень свойств, толстые книжки, надо их изучать. Дальше. Значит, вот Эдуард Анатольевич Маныкин, который вот он был профессором МИФИ, ученик он и сдавал теорию термир-минимум Ландау. Один экзамен там он ему сдавал, и он такой друг Юрия Массеевича Кагана, который полностью весь термир-минимум Ландау сдал. Вот он в начале 80-х годов предсказал, предложил такую штуку, что вот если взять рибридовские атомы при температуре, правда, у него вот в работе температура 0 кельюнов, то есть очень-очень холодные эти атомы. Если их поместить рядышком, то окажется, что вот у одного атома вот есть распределение электронной плотности, ну вот это в С состоянии, Л равно нулю, то есть если их рядом поместить, то возникает потенциальная яма такая вот, и в итоге возникает переход мото, то есть металлизация, электрон становится обобществленным, и вот возникает такая вот структура, подобная структурой в твердых телах, и такая структура вроде бы как будет являться устойчивой. Но еще раз обращаю внимание, температура тут 0 кельюнов. И потом вот появилась работа с Венсом Холмлетт, 92-й год, вот видите название, Very Low Work Function, Surface from Condensed Excited States. В общем, Холмлетт сделал, у него установка графита, цезий вблизи графита, и вот он что-то там наблюдал, при этом температура очень высокая, единственное, что он зарегистрировал, это очень маленькую Work Function, и он позвонил Эдуарду Анатольевичу Манекину, говорит, я не знаю, позвонил, написал, и говорит, вот супер, мы увидели риттберговское вещество в своих работах. Ну и вот Эдуард Анатольевич, он не экспериментатор был, теоретик, ну он хорошо, научное сотрудничество, и вот в 97-м году они написали вот работу, вот тут вот это вот, здесь вот приводится, 97-го года Риттберг Мэттер Long Life State of Matter, это в Жетве они опубликовали, где там, вот я сегодня специально готовился к этому семинару, еще раз прочитал эту работу, вот что же там написано, как же Фолмлит доказывает, что это у него риттберговское вещество получилось. Ну, то есть там просто приводится вот это вот превышение Work Function, точнее, наоборот, понижение Work Function, то есть энергия связи маленькая, и, соответственно, он говорит, ну вот видите, у нас маленькая энергия связи, вот, наверное, это риттберговское вещество, ну, во-первых, у него температура очень высокая, во-вторых, ну, такие вот утверждения, они, ну, скажем так, мало доказательны, то есть, ну, да, ну, что-то там произошло, ну, почему это риттберговское вещество, по сути, что он является будет доказательством того, что вы увидели риттберговское вещество, вы взяли, посвятили туда, как знаете, физике твердого тела, метод Лауэ, да, рассеяние, ну, в твердом теле, там, рентгеновское излучение на решетке, да, ну, здесь, наверное, какое-то оптическое, потому что тут расстояние микроны между атомами, и увидите, там, нанометры, ну, в общем, какое-то такое излучение, которое увидит, вы должны увидеть диффракционную картину, там, и это действительно будет являться доказательством, но пока таких экспериментов никто не проводил, никаких таких доказательств я пока не видел, хотя теория действительно, и не только у Эдуард Анатольевича, потом было еще много теорий разных, и действительно предсказывают возникновение вот такого порядка, но очень важно отметить, что это может случиться, скорее всего, только при очень-очень низких температурах. Горячий ритберговский газ, он быстро разрушается, и здесь, скорее всего, какие вот структуры, или даже вот я вам еще сегодня расскажу про молекулы из ритберговских атомов, они могут получить сток при очень-очень низкой температуре. Итак, значит, теперь я начну говорить про то, что мы делаем, как устроены установки по созданию ритберговских атомов у нас в лаборатории, и вот у нас на данный момент, ну, тоже историю могу рассказать, я когда исследовал теоретически вот всякие разные вещи, в том числе ультрохолодную плазму, мы там тоже предположили, предсказали, да, в расчетах, что, ну, и вот не ритберговское вещество, оно сильно взаимодействующая плазма, а сильно взаимодействующая плазма – это очень просто, это когда потенциальная энергия частиц сравнима или больше кинетической энергии частиц. Тогда такой плазме, ну, на данный момент, и вообще, в принципе, наверное, невозможно, нету аналитических никаких решений, возможно, только численные расчеты, потому что там многочастичное взаимодействие, и вот у нас в институте очень популярно такое направление, как полевая плазма, да, ну, там просто ионы, которые под действием полей выстраиваются в решетке. Вот мы предположили, что в нейтральной плазме, и расчеты это показывают, тоже возможно возникновение дальнего порядка, ближнего, дальнего порядка, как твердых тела. Ну, и мы предсказали это, ну, вот, и как с Манныкиным тоже, с Ридберговскими атмосферами. Мне очень захотелось то, что я, то, что наша группа предсказала, то, что предсказала Манныкин, получить это экспериментально. Но эти установки очень-очень дорогие, и чтобы выводить деньги, я лет пять, наверное, находил Владимира Евгеньевича Фортову, и говорил ему, что, Владимир Евгеньевич, ну, давайте сделаем у нас лабораторию, причем, ну, это вообще очень такое направление современное, и кроме моих идей, наших идей, да, там еще можно много-много чего сделать, и получено уже пару Нобелевских премий на таких, такого типа установках. Вот, и это произошло где-то в 2007 или 2008 году, я уже не помню когда, был день рождения Увелихова, и он пригласил, такой был типа семинара, он пригласил Фортова, Манныкина, и я вот туда попал, и Манныкин там вот на этом семинаре рассказывал как раз про ридберговскую материю, и Фортов тогда очень сильно заинтересовался и говорит, ну, ладно, давай мы сделаем экспериментальные установки в нашем институте, и с тех пор я там еще стажировался, ездил на стажировку, как оказалось, я думал, что надо в Америку ехать, а поехал в Нижний Новгород, поскольку туда приехал из Америки как раз молодой ученый, такой Андрей Владимирович Турлапов, он сейчас нынче является уже член-корреспондентом Российской Академии Наук, он впервые в мире, как раз в Нижнем Новгороде, получил двумерный выраженный фермигаз, и еще у него очень такая сильная работа, ныне стандарт вакуума, тоже за Российской Федерацией, и вот если знаете, там стандарт времени, там скорость распада, там цезия, вот стандарт вакуума, это вот тоже основан на атомных таких вещах, это вот как из ловушки выбиваются атомы, и значит этот стандарт ничьи за Российской Федерацией, значит, и там у него как раз была тоже установка по созданию утрехолодных атомов, и я там проходил стажировку, 9, 8, 9 год был. У него был захват атомов литий-6, это фермион, а литий-7 это бозон, и вот у меня в установке как раз одна из установок это атомы литий-7, магнито-оптической ловушки получены. Значит, что вот тут вот схема уровней представлена. Ну, чем отличаются щелочные металлы? Щелочные металлы, характерная их особенность, то, что они находятся в первой группе, похожи очень на водород, и внизу у них вот расщепление. Спин вверх, F равное двоечке, спин вниз, F равное единичке. Расстояние порядка 800 МГц, достаточно большое расстояние спектроскопическое. И дальше есть вот возбужденные уровни, P1, P3, P2, P3, P2. Тут, на самом деле, несмотря на то, что нарисовано 4 перехода, так называемое сверхтонкое расщепление, они все сливаются, расстояние между уровнем меньшей, так называемой, естественной шириной линии, самый маленький. То есть тут можно считать, что это только один переход. Что мы делаем дальше? Мы охлаждаем атомы, сейчас я немножко подробнее расскажу, как это происходит. Охлаждают атомы на этом переходе, P3, вторых, двумя лазерными лучами, которые переводят электроны циклические, то есть циклические процессы электрон двигаются между этими двумя переходами. И дальше вот другим, это длина волны красная, это 671 нанометр, а другой, другим фотоном, другой лазер, это 350 нанометров, такой ультрафиолет. Мы можем переводить электроны уже с этого P3, вторых, на заданный уровень. Причем мы разрешаем не только главное квантовое число n, но еще и орбитальное квантовое число. Можем по правилам отбора из P, значит, это единичка, перевести либо в 0, S, либо в D, это двойка. Значит, и таким образом, в чем отличие такого метода? Когда вы получаете ритберговские атомы в разряде, в горячие атомы, то вы не можете сказать, какие атомы в такое состояние попали. То есть там очень широкий доплеровский контур, и разряд тоже имеет широкую линию, и вы всевозможные ритберговские атомы получаете. В нашем же случае мы гарантированно со стопроцентной вероятностью, ну, стопроцентно, наверное, никто не дает, но это там 10 девяток, что мы делаем ритберге именно строго в определенном состоянии, строго такие, как нам нужны. То есть заранее известно, что мы получаем. И это, конечно, здорово. Значит, теперь немножко про то, как мы атомы-то охлаждаем. Это вот установка, вот я сижу как раз сейчас в лаборатории, ну, вот она за стенкой находится, значит, это установка по захвату атомов, нейтральных атомов для начала, в так называемую магнитооптическую ловушку. Значит, магнитооптическая ловушка, она, за нее получена Нобелевская премия где-то там в 95-м году, а, соответственно, создана она была в 89-м году Чу, Филлипсом в США. Но при этом, что самое интересное, если бы Советский Союз не развалился в 91-м году, если бы в 80-е годы не было бы провала по финансированию, скорее бы всего мы бы тоже поучаствовали в этой гонке за Нобелевскую премию, потому что еще в 75-м году параллельно, значит, это Хенш в Германии и Литохов в Институте спектроскопии, который находится в Троицке, они предсказали, предположили, что возможно лазерное охлаждение атомов. Что это такое? Все очень просто. Атом имеет какую-то температуру, он двигается навстречу лазерному лучу. И у этого атома, в зависимости от того, какая у него скорость, у него смещается линия. То есть это эффект доплера. И лазер, поскольку может быть очень-очень узкий по ширине, вы можете селектировать атомы по скорости. То есть один фотон с одной длиной волны атом будет поглощать, другой атом с другой температурой этот же фотон уже поглощать не будет. Поэтому мы можем настроиться таким образом, лазерным излучением, что вот на картинке у нас здесь печка, в которой находятся металлические литии. Он испаряется, нагревается, испаряется где-то 500 градусов Цельсия и летит вот по этой трубе. Эта труба. Глубокий вакуум, порядка 10, вот на этой установке сейчас, на данный момент порядка 10 минус 11 тор. Значит, тор это 1 миллиметр крупного столба. И этот атом летит вот по трубе. А навстречу ему вот этот вот красненький свет, ему светит блок. Красный луч настроен таким образом по частоте, чтобы взаимодействовать только с горячими атомами. То есть атом, который имеет нулевую температуру, он с ним не взаимодействует, по крайней мере в начале вот здесь. И что происходит? Атом хватает фотона в лоб, испытывает импульс отдачи от фотона Ашка. И дальше, согласно принципам квантовой механики, он излучает во все стороны равновероятно. То есть вы видите выгоду здесь. Если он излучил во все стороны равновероятно, то суммарный импульс будет ноль. А встречный импульс, он всегда Ашка с одной стороны. И вот если атом схватит эти фотоны многократно, тысячи и тысячи раз, то такие атомы могут замедлиться. Вот здесь вот у нас димановский измедлитель, здесь километры в секунду скорости атома, здесь вот на выходе вот этот размер, это порядка метра. А здесь уже метр в секунду. То есть это уже низкие температуры. И вот здесь вот еще намотана катушка переменного радиуса. Это для того, чтобы уже более атомы, если он замедлился за счет фотонов, он уже это излучение, которое светится, не поглощает. Чтобы его опять вернуть в процесс охлаждения, мы меняем магнитное поле. За счет эффекта Зимана мы подстраиваем энергию вот этого уровня атомарного постоянно в резонанс с лазерным излучением. Таким образом, он вот на всей этой линии постоянно поглощает эти резонансные фотоны и охлаждается. Дальше этот уже под охлажденный пучок летает непосредственно в саму рабочую камеру, вакуумную камеру. И здесь уже с шести сторон светит лазерное излучение. Вот такой вот чуть отстроенный от резонанса в красную сторону. Тут тоже есть магнитные катушки, вот они видны, в которых ток течет в противоположную сторону. Если здесь большая катушка 1000 гаусс, то здесь возникает так называемая геометрия антигельмгольца. В центре ловушки, строго между двумя этими катушечками, тут поле ноль. И возникает градиент во все стороны порядка 20-30 гаусс на сантиметр. Достаточно небольшое поле, оно как раз тоже подстраивает атмос в резонанс. Из шести сторон светит лазерное излучение. Тут уже получается не только охлаждение, но и захват. Вот так вот выглядит эта установка. То есть там была только вакуумная часть, здесь вот еще лазерные. Лазер специальным образом готовится. Не буду в подробности. Целые лекции надо проводить. Я студентом, отдельные там у меня лекции, как магнитоактическая ловушка, как она работает. Но вот так это видно на обычную камеру или глазом, если туда заглянуть. Вы видите вот такой вот шарик. Размер его порядка миллиметра-двух. Здесь находится порядка миллиарда, наверное, атомов при температуре в случае лития-7 порядка 3 на 10 минус 4 кельвина. То есть уже температура очень и очень близкая к нулю. 3 на 10 минус 4 кельвина, это так называемый близко к доплеровскому пределу. Это для лития-7. И концентрация порядка 10 в девятый, 10 в одиннадцатый частиц на кубический сантиметр. Вот такие, то есть достаточно сильно разрежены среда. Но эти атомы все время светятся. Почему мы так хорошо их видим? Потому что там вот этот резонансный переход, на нем происходит охлаждение. И вот в непрерывном режиме эта ловушка может висеть там дни точно. То есть сутки мы можем, в принципе, ну то есть пока там что-то не случится, что-то не сломается. В общем, это в непрерывном все режиме происходит. То есть все-таки какие-то атомы улетают, какие-то новые прилетают. Но в целом вот такое стационарное состояние, стационарное состояние вот этих холодных атомов, значит, вот оно держится. Дальше. Вот я вам говорил про регистрацию риттберговских атомов при помощи микроактивных, при помощи поля. Значит, вот у нас риттберговские атомы мы регистрируем совершенно по-другому. Это связано с тем, что у нас совершенно другой эксперимент. Значит, дальше. Что мы делаем? Мы вот в эту магнито-оптическую ловушку заводим УФ-излучение, как я говорил, 350 нанометров. Ну и облако мы контролируем двумя способами. Сисидим камеру и линзочкой фокусируем наше излучение в фотоприемник и на осциллограф. И что мы делаем? Мы светим туда этим УФ-излучением, которое переводит наш атом в риттберговское состояние, и сканируем его по частоте. Ну и тут я показываю, как лазер устроен ультрафиолетом. Там он сложный. Там сначала 532, потом 700. После удвоения 350 мы получаем. Вот это светится как раз ультрафиолет на карточке. Итак, напоминаю, мы переводим этим ультрафиолетом в какое-то риттберговское состояние атомы. Вот так это выглядит на камере. Что-то происходит. Идет сканирование частоты лазерного излучения. УФ, и как только вы видите вот это облако, это облако ультрафиолетом, основное первоизбужденное состояние. И как только вы попадаете в резонанс, все атомы уходят в риттберговское состояние, или почти все, практически полностью, либо полностью, либо частично облако гаснет. Это означает, что атомы уходят в риттберговское состояние. Ну и вот тут такая более показательная картинка. Ну да, еще надо отметить, что тут, конечно, скорость немножко больше, чем раз в 10 увеличена скорость. На самом деле этот процесс еще медленнее происходит. То есть сканирование медленное. Значит, что происходит. Мы вот этот шарик, фотоприемник попадает. И вот здесь на осциллографе вы видите вот такие резонансы. Резонансы. Вот тут вот показан 95 уровень, SD 96-97. Ну это вот как для примера взятое. А вот здесь вот, чтобы было понятно, значит, это вот мы для того, чтобы понять, в каком мы состоянии находимся, мы еще контролируем наше излучение лямбдометром. Замерителем длины волны. Вот тут вот 700 нанометров, но это вот до удвоения. На самом деле 350 надо пополам поделить. И вот это вот пила сканирования. И вот мы частоту нашего лазера контролируем. Да, вот здесь иногда спрашивают, какая точность у вас. Да, миллионные нанометра. И на самом деле ширина вот этих риттберговских резонансов, она там, ну тут миллион нанометров, это порядка 2 МГц. Ну и ширина резонанса там 3 МГц, бывает 10 МГц. Ну все зависит там от того, какой уровень. То есть это очень-очень маленькие величины. То есть доплеровский контролируемое сравнение, это гигагерц. Вот при обычных температурах. То есть это там тысячная доля вот этой линии. То есть если бы у вас были атомы горячие, никаких бы риттберговских вот этих уровней, вот таким бы способом вы не зарегистрировали. То есть это регистрация, так называемая, по падению флоресценции. И вот мы, вот это вот, дальше побыстрее пойду. Значит, ну вот эта осциллограмма уже высокий уровень, это 161, 159, 157 С. Тут вот большой диапазон, несколько гигагерц. Видно С на высоких уровнях узкий, а Д очень широкий. Это связано с тем, что там не только Д, но еще там всякие другие Л. Что можно сделать с этими уровнями? Ну, во-первых, мы измерили впервые вот для лития эти риттберговские уровни. И вот по формуле, вот по этой, которую я уже показывал, если вы знаете EN, это энергию, измеренную экспериментально, вы можете сделать аппроксимацию вот этих точек, вот эти точки, это экспериментальные точки риттберговских состояний. Вы можете вот в этой формуле задать, значит, свободные параметры EI, дельта, квантовый дефект, EI, потенциал ионизации. И вот этот С, это коэффициент при квадратичном эффекте старта. Зафитировать, ну, допустим, в Origin или еще где-то, и получить потенциал ионизации, например. Вот наше значение, одно из самых точных, которое на данный момент получено. Ну, для лития 7 он один из самых точных, а я больше дальше буду про кальций говорить, самый точный на данный момент. И всякие разные эффекты, и, соответственно, поле тоже мы можем измерить. Так, дальше. Вот из-за того, что есть небольшие поля, а риттберговские атомы после того, как создаются, они разваливаются, там возникает какое-то, какое-то небольшое количество плазма, у вас можете получить не только разрешенные, но и запрещенные переходы, НП, НР. Ну, и здесь я вот буду, вот резонансы, да, запрещенные резонансы, они обычно возникают вблизи разрешенных, чем ближе, тем легче их увидеть. Чем выше вы залазите по риттбергам, тем шире резонансы, и они в конце концов сливаются, и в конечном итоге вы получаете непрерывный спектр. Ну, вот квантовые дефекты также можно определить для, соответственно, для разных L. Видно, что для S большой достаточно квантовый дефект, а чем больше орбитальное квантовое число, тем дефект ближе к водороду. Вот почему риттберги называют водороды подобными? Потому что при L, там, двойке-тройке, это уже практически энергия такая же, как водорода. То есть можно никакого дефекта приближается вот для F, видите, тут ноль практически дефекта. Ну и чтобы сузить риттберговские переходы, вы отстраивайтесь от промежуточного резонанса, так называемое двухпатонное пегерентное поглощение. Вы можете получить вот такие узенькие спектры. Ну, вот тут вот интересная тоже картинка. Здесь вот видно, что с изменением главного квантового числа у вас для S ширина резонанса не растет, остается постоянной. 38, 22, 120, а здесь вот 38D и 82D в сотню раз отличаются ширина. Это связано с тем, что DL, L равное 2, обладает намного большей поляризуемостью. И очень большое влияние электрических и магнитных несъемптированных полей, оно влияет на эти переходы. Так, значит, с литием закончили, кальций, вот еще кальций, у нас есть вторая установка по кальцию. Кальций интересен тем, что это уже щелочный земельный элемент, и вы можете видеть ионы кальция. Ионы кальция тоже в оптическом диапазоне. Значит, охлаждение там немножко другое, здесь вот внизу находится только один уровень, в отличие от лития, где два уровня. Значит, здесь один переход. И что плохо, вы пытаетесь магнитоптическую ловушку сделать на этом переходе. Переход должен быть циклическим, туда-сюда, а он падает вот сюда, на боковые переходы, они долгоживущие. И поэтому для того, чтобы обратно вернуть электроны в процесс охлаждения, тут вот есть еще красный лазер. Да, вот магнитоптическая ловушка на кальций, она другого цвета, она синяя, 423 нанометра. И вот еще красный лазер, 672 нанометра, возвращает электроны в процесс охлаждения. Так выглядит вот шарик наш на кальции, кальций 40. Ну и вот я говорил, нами получим на основе измерения ритвербусских переходов кальций самый точный на данный момент порог ионизации. И вот это вот то, что в НИСТе, это вот значение в НИСТе, вот наш порог где-то на порядок точнее. Причем он не только точнее, но он еще и... Ну меня вообще поражает. В пределах погрешности они не совпадают. Это была одна из причин, почему мы его решили перемирять. Ну и вот там была у меня история про автоинистационный резонанс. Еще хочу сказать. Кальций чем интересен? Вы создаете ритберговский атом, а можете еще один электрон поднять наверх. И вы получите уже так называемый планетарный атом. И в этом случае, если вы один электрон загнали, допустим, в ритберговское состояние, а второй электрон загнали на уровень, например, на второй уровень, на третий, в этом случае происходит процесс автоинизации. Что это такое? Это означает, что электрон резко падает вниз, нижний, а верхний уходит за порог. И происходит это за пикосекундные времена. И вот мы... Ну наш вообще интерес вызывает, конечно, ультрохолодная плазма. И мы обнаружили, что даже очень небольшое количество возникающей плазмы, вот здесь вот как раз сигнал флюоресценции ионов, вот эта вот кривая 1, это кривая, когда у вас только ритберговские атомы создаются, вот эти планетарные, и они сразу превращаются в ионы. И вот вы видите сигнал ионов в оптическом диапазоне. Если вы чуть-чуть добавляете плазму, то у вас сигнал резко растет, и означает это, что растет эффективность автоинизационного процесса. И вот здесь вот мы показали, вот эта картинка, что вы можете мерить плазму с концентрацией ионов порядка 10 в третьей сантиметра, 10 в третьей частиц на кубических сантиметрах. Очень-очень маленькая плотность, но это один из наших результатов. Ну а дальше вот чуть-чуть про то, что сделано не нами. Вот статья Nature Communications, но это, правда, картинка не экспериментально-теоретическая. Вот расчет спектра молекулы ритберговской тоже при очень-очень низких температурах, ниже, существенно ниже, там, порядка 10 минус 5 Келлина, 10 минус 6 Келлина. Возможно, что когда разного сорта ритберги подходят друг к другу, возможно возникновение, вот тут нарисовано распределение электронной плотности в молекулярных ритберговских комплексах. Это тоже эксперимент, тоже и теория, и эксперимент там есть, но здесь красиво нарисовано. И вот называют, они назвали это бабочки-молекулы, потому что распределение электронной плотности похоже на бабочку. Что еще интересно? Вот интересно то, что расстояние между соседними ритберговскими атомами, оно соответствует радиочастотному диапазону от нескольких мегагерц до нескольких гигагерц, и вы можете регистрировать, вот здесь показано, переход 1С0, 1П1, вот при помощи вот такого микроволнового излучения. Это позволяет вам использовать ритберговские атомы, как, кстати, наши тоже экспериментальные результаты, как детектор микроволнового излучения. А в этот диапазон входят и все наши спутниковые клана с GPS, и в том числе очень мы любим реликтовое излучение, космическое излучение, оно тоже попадает в этот диапазон. Надо об этом дальше. Вот еще одна работа. Сейчас очень большое внимание. Это уделяется созданию квантовых компьютеров или квантовых симуляторов. Это группа в Гарварде, руководители. Наш соотечественник Михаил Лукин, один из ведущих мировых ученых. И что он делает? Он создал бездефектный регистр атомов для квантового симулятора и проводит расчеты. В данном случае, как происходит эксперимент, также загружается магнитооптическая ловушка из атомов рубидия. И дальше при помощи уже другой ловушки, так называемой дипольной, а дипольная ловушка – это фокусы лазерных лучей. Он делает много фокусов лазерных лучей. Это не резонансные уже ловушки. Он фокусирует центр вот этого облака, и в каждый луч он захватывает либо один атом, либо ни одного. Вот здесь вот А – это как раз то, что происходит в первый момент. Видите, где точки есть, это атомы есть. Это реально по одному атому. Атом светится в резонансном свете, очень хорошо виден. На камеру, если сиди камеры, он виден. Ну и где-то есть пустые места. В какие-то ловушки эти атомы не попадают. Дальше электроника отрабатывает, смотрит, где есть атомы, она эти ловушки оставляет, где нет, она их выключает и сдвигает. И в итоге вы получаете бездефектный регистр из обычных нейтральных атомов в основном состоянии – это атомы рубидия. Что делаем дальше? Дальше вот тут надо немножко рассказать. Тоже вот это Лукин открыл, предсказал он, теоретик, в 2002 году он предсказал, что если попробовать нейтральные атомы, находящиеся рядом друг с другом, возбудить ритберговское состояние, то первый атом, который получил фотоны, он возбуждается в это ритберговское состояние, а из-за того, что он имеет большой дипольный момент, он доводит поле на соседние атомы, и линия у них сдвигается, и они уже в ритберговское состояние не возбуждаются. Но что самое интересное, если вы не провели измерение до того момента, пока вы не провели измерение, вы не знаете, какой из атом попал в это ритберговское состояние. То есть это вот такой эффект квантовой запутанности, и на основе этого эффекта можно проводить квантовые вычисления. Ну и вот здесь вот бездефектные регистры, и дальше с двух сторон светит два фотона, которые пытаются перевести атомы в ритберговское состояние. И делается тысяча экспериментов, и в каждый раз вы получаете разные результаты. Видите, вот этот шарик, кружочки пустые, это значит, что атом превратился в ритберговское состояние и улетел, он уже в дипольной ловушке не удерживается. И вот разные комбинации вот такие вот получаются. И что это означает? Это означает, что вы можете, вот в данном случае, это математическая модель, это решение линейной модели изинга для 51 частицы. Вот всеми компьютерами на земле вы за миллион лет не решите эту задачу, а он решил там за пару месяцев. Ну и дальше он пошел в более сложную конфигурацию, он уже стал делать двухмерные системы, и вот решил уже двумерную задачу модели изинга. И вот статистика, вот эта статистика, то есть вы много измерений проводите, и по вот этой статистике вы можете решить вот это огромное количество дифференциальных уравнений, системы дифференциальных уравнений, которые, конечно, никакими обычными компьютерами решить невозможно. Ну и еще одно очень интересное направление. Оказывается, что в магнитном поле ритберговские атомы стабилизируются. И плазма, и ритберговские атомы. Чем больше магнитное поле, тем сложнее электрону попасть вниз. То есть он будет на верхних орбитах находиться. И вот здесь вот есть область, единичка, где, в принципе, можно обычными методами классическими исследовать процессы рекомбинации. И вот экспериментов с обычными атомами нет, а вот есть очень интересные эксперименты с антиатомами. Значит, антиатомы, в том числе ритберговские антиатомы, получают в ЦЕРНе на установке, там специально есть установка отдельная исследовательская, аж три исследовательские группы от РАПа, САКУ с Альфом. Вот мы сотрудничаем с лабораторией Альфа. Значит, антивещество, как получают ускорители, бомбардируют мишень ионами свинца при скоростях, они близки к скорости света. Разваливается вакуум на протоны, антипротоны, еще на много чего. Ну, антипротоны отделяют при помощи магнитного поля. Огромная у них энергия, 3,5 гига и электрон в вольт. Дальше они при помощи магнитного поля, электронного охлаждения, замедляют их и вот непосредственно в ловушку попадают. Здесь ловушка из электрических магнитных полей сделана. С этой стороны антипротоны влетают, сюда позитроны. Позитроны получаются в процессе распада радиоактивного. И вот здесь вот при температуре жидкого гелия работают магниты сверхпроводящие, создают поле порядка 1-3 Тесла. И происходит захват антиводорода, точнее сначала антипротонов и позитронов. А потом вот хотят получить антиводород в основном состоянии, уже получили. Но там буквально отдельные атомы, антиатомы получают. Ну, естественно, значит плазма, потом электроны садятся на верхние орбиты. Это такие ритберги антивещества получаются. И дальше вот спектроскопию проводят. Ну вот наши расчеты показали, что, во-первых, мы совпали с экспериментами по количеству полученных атомов. А во-вторых, показали, что рекомбинация резко падает в магнитном поле. То есть это и для них паразитный эффект. А в случае, если вы попробуете создать ритбергерское вещество, наверное, хорошо было бы, если бы это все было в сильных магнитных полях. Наверное, это будет препятствовать и рекомбинации, и разваливанию этой среды. Но это вот как один из путей. Ну и еще вот я говорил, что вот еще в 1956 году, вот эта работа первая, значит, на закиси медиа были обнаружены, это полупроводник, были обнаружены уровни экситонов, которые очень похожи на ритберговские атомы. Вот такие уровни в оптическом диапазоне были зарегистрированы, и еще они изучали эти уровни в магнитных полях, тоже высокие поля 2,9 Тесла. И вот видно, что такие же, как и в обычных атомах, возникают такие уровни Ландау, ашо-мега-б, вместо обычных уровней появляются такие кондистантные уровни наверху. Теория похожа, сейчас активно занимаются этим, особенно интересны вот такие многочастичные комплексы, там они бывают и электрон-дырка, а бывают два дырки, один электрон, два электрона, один одна дырка. В общем, это все очень интересно, особенно в наноразмерные какие-то структуры, квантовые точки. Вот это все очень сейчас сильно развивается, особенно в последние годы, даже есть конференции в Новосибирске, я участвовал, и там прям твердотельщики, очень большое внимание это выделяют. Ну вот про формулу, рекомбинация в магнитном поле падает как B в квадрате. Не буду останавливаться, время мое заканчивается. И последнее, это вот про космический эксперимент я хотел рассказать. В схеме в атомах Рубиде можно сделать ритберговские атомы, вот я делал двухступенчатым способом, а здесь вот сделаем трехступенчатым способом. 780, 776, 1256 нанометров. Создаем ритберговские атомы, зачем трехступенчатым образом, если мы посветим этими фотонами с трех сторон, типа конфигурация лебедь, рак и щука, то суммарный импульс будет ноль. Соответственно, мы избежим нагрева ритберговских атомов за счет возбуждения. Дальше, значит, мы, такой вот микроволновый рупор, да, это эксперимент, который первоначально предполагается сделать на МКС, отработка. Дальше, вот, возможно, спутниковая реализация, и мы будем облучать наши ритберговские атомы излучением микроволновым, которое находится в космосе. То есть это и излучение ионосферы Земли, излучение Солнца, излучение так называемых мазеров космических, и в том числе и реликтовое излучение. Ну и самое такое последнее, экзотическое, да, вот здесь вот приведено, да, вот это микроволновое излучение, оно переводит атомы из одного состояния в другое, ритберговское. При этом мы при помощи вот ионизации этих ритберговских состояний, при помощи микроканальной пластины, вот то, что я первое рассказывал, мы можем чувствительность иметь вплоть до одного фотона микроволнового, до одного атома, то есть очень высокой чувствительности. И вот мы прикрываем диапазон, вот здесь нарисовано, от, допустим, 2-3 ГГц до 1200 ГГц. Огромный диапазон, причем еще можем определить поляризацию нашего излучения. Ну и вот такая, на закуску экзотика, вы знаете, что в Вселенной мы видим только 5% атомов, 27% темная материя, как бы, да, неизвестно, что это, и темная энергия, 68%. То есть мы про нашу Вселенную практически ничего не знаем. Ну и вот темная материя была обнаружена, ну, предположительно непонятно, почему она существует. Ну вот эта вот история про темную материю возникла из-за того, что галактики вращаются не так, как предсказывает ньютоновская механика, общая теория относительность. То есть мы видим вещества намного меньше, что там еще что-то есть. Ну и работа 1996 года, есть разные варианты, предположение, что такое темная материя. Вот одна из предположений, что это так называемые аксионы. И вот эти аксионы, по мнению авторов, японских авторов, они предполагают, что эти аксионы распадаются в сильных магнитных полях, порядка там 1-3 Тесла, и они распадаются на микроволновое излучение. Ну вот один из вариантов тоже сделать такую вот, это такая схема установки, сделать такую установочку и попробовать зарегистрировать микроволновое излучение от темной материи. Ну все, на этом я заканчиваю. Спасибо. Друзья, ну вот, если есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки. Ну вот Анатолий Климов задал, но, Толя, подождите секундочку, я хочу просто напомнить, что, значит, вот если нажать на клавишу «Участники», то там внизу вашего экрана, то там есть возможность нажать на клавишу «Вопросы», поднять руку вернее. Вот вопросы начали появляться. Значит, Анатолий Иванович был первый. Анатолий Иванович, пожалуйста. Толь, включи микрофон, включи, пожалуйста. Ну, во-первых, спасибо, конечно, Борису за то, что он сделал интересный доклад. Ну, действительно чувствуется, так сказать, большой опыт. Вот. У меня по поводу доклада один вопрос небольшой. Ну, всех, конечно, заинтриговал ваш этот висящий шарик, там, вы говорите, значит, он небольших размеров. Я так понял, это буквально 3 миллиметра. Ну, 2-3. Чем определяется диаметр и время жизни вот этого образования? Значит, вот диаметр определяется градиентом магнитного поля и мощностью лазерных лучей, а время жизни определяется вакуумом. Ну, все-таки время жизни, если я выключаю, я, так сказать, вот образование, так сказать, этих... Если мы приток новых атомов выключаем, то он висит... Ну, если... Все зависит от вакуума. Вот как раз по... Вот я говорил, что там Андрей Турлап как раз этот вакууметр сделал, такой стандарт вакууметра. То есть в зависимости от вакуума он может провисеть и минуту, и 10 минут, а может провисеть, соответственно, доли секунды. Все это зависит от того, насколько глубокий вакуум, насколько вот внешние атомы, которые снаружи летают, выбивают наши атомы из этой ловушки. А вот все-таки он же светится. Казалось бы, энергия должна высвечиваться, так сказать. Откуда энергия-то берется на свети? Энергией, он все время подсвечивается лазерным излучением, резонансом. А, то есть вы лазер не выключаете. А если вы... Вообще не выключаете. Ловушка осуществляется за счет толчков фотонов. Ну, а если я все-таки выключу лазер, сколько он живет по времени? Он разлетит со скоростью, которая есть у атома. То есть он без лазера не живет. Лазер обеспечивает ловушку. Вы знаете и измеряли время конкретно? Он разлетает за 100 микросекунд. Борис, а все-таки по поводу формы. Не кажется вам, что все-таки вот этими градиентами создать такую сферическую форму идеальную, очень сложно. Вы, по-моему, фантазируете насчет того, что, так сказать, ну, эти самые магнитные градиентные поля. Ну, сколько у вас там этих магнитов? Ну, штук шесть, наверное, стоит. Два всего магнита у нас. Ну, да. Ну, а тогда тем более бы должна быть какая-то гантель. Да, так и есть. Так и есть. У нас шарик имеет вид эллипса. То есть какие перетяжки-то? Можете назвать? Ну, там, допустим, миллиметр на два. Понятно. Спасибо. Спасибо Анатолию Ивановичу и Евгений. Ну, я могу сказать, что Анатолий Иванович хотел тут шаровую молнию увидеть. Я же знаю его интересы. Но вот Борис Борисович опроверг это все дело тем, что... Ну, между прочим, на самом деле не опроверг. Если вот мы вспомним идею Капицы о том, что микроволновое излучение подпитывает шаровую молнию, здесь, в общем-то, лазер подпитывает, ну, что чем-то похоже на самом деле. У нас там атомы в основном состоянии, ну, первые возбужденные. То есть вот эта магнитооптическая ловушка, она, да, действительно, она подпитывается, вот что она держится, вот это вот, в таком шарике, это вот за счет лазера. А я тогда вопрос задал, почему она не падает вниз? Вокруг же атомов нету, магнитное, самое, гравитационное поле, все-то как-то вниз должно двигаться. Толчки фотонов снизу, там со всех шести сторон фотон светит. Толчки фотонов снизу, они намного сильнее, чем график. Ну, как бы видно, что если вот нижний, скажем, выключить, то она начнет падать, выходить из этой. Значит, история такая, вот в этой магнитооптической ловушке скорость атомов, там, метр в секунду, это достаточно большая скорость. Но если сделать атомы еще меньше по скорости, еще меньше по температуре, это возможно сделать при помощи уже следующего этапа испарения до 10-8, до 10-9 Кельвина, и получить вот уже, если вы знаете, так называемый Базейнштейновский конденсат, это как раз то, что у Андрея Турлапова в лаборатории, тогда, когда такие маленькие скорости, когда вы отпускаете атомы, они падают. Реально в силе гравитации, как целое. То есть пока вот в этой ловушке генетическая скорость атомов не такая маленькая, чтобы это увидеть. Понятно. За временем они разлетаются, а прилетают другие. Понятно. Евгений Егоров задает свой вопрос. Спасибо, Борис Борисович, за очень интересный доклад, насыщенный такой, очень высокого уровня экспериментальной техникой. Но вот возникает следующий вопрос. Вот все ваши графики, они, так сказать, шумные, зашумленные. То есть вот чем вы расползание линий объясняете? Ну давайте я тогда сейчас верну. Там температуры низкие вроде бы, скорости. Ну вот сейчас я расскажу. Спасибо. Так, вот я вот эти графики приведу. Значит, вот видите, здесь красненькая линия нарисована. Вот эта красненькая линия, это Доблер. То есть с чем это связано? С тем, что ширина, тут всего на самом деле, вот если посмотреть, так полширина где-то порядка 7 МГц. А ширина, естественная ширина, допустим, 38-го Риттберга или 120-го Риттберга, она килогерцовая. Очень узкие линии. И все, основной вклад, который дает, несмотря на то, что у нас атомы при очень маленькой температуре, все равно это Доблер. Даже при температуре порядка 10 МГц. Да, не совсем об этом. Все там с резонансом вашим понятно. Вот сама линия. Почему она так вот сукалбасная? Видите, шумленная, она широкая, да. Вот здесь вот масса каких-то меленьких печков. А-а, ну это просто. Вот что это такое? Если вы посмотрите на шарик, вот если на шарик посмотрите, то есть это сигнал вот шарику. Видите, он дрожит. Это же… Вот, 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 вот я об этом дрожании и говорю. С какой стати он дрожит? Значит, с какой стати он дрожит? Значит, все это зависит, это же как бы в непрерывном режиме все происходит. Лазеры у вас имеют не строго гауссовое распределение. Оно немножко пятнистое. Мощность лазеров тоже чуть-чуть меняется. Меняется и частота немного. Тогда чуть-чуть по-другому я спрошу с вашего позволения. Да. Как-то вот это вот дрожание коррелирует со шредингеровским дрожанием электрона? Или нет? Или вы в таком направлении, так сказать, вопрос не ставили? Значит, ну вот, вы имеете в виду, естественно, ширина линии. Дрожание, естественно, намного меньше. Естественной шириной линии. Так, я здесь не привел, наверное. В общем, когда мы сканируем тот переход, который достаточно широкий, вот нижний переход, который, вот его ширина только связана с естественной шириной линии, с вакуумными флуктуациями. Больше ни с чем. Нет там ни Доблера, больше ничего. Там линии достаточно гладенькие. И все равно эта ширина существенно больше, чем ширина лазеров. То есть дрожание лазеров никак не связано с естественной шириной линией, вот с этими шредингеровскими неопределенностями, с вакуумными флуками. Это неопределенность, это у него конкретная формула. Борис Борисович, ну спасибо, все понятно, хорошо. Евгению, спасибо за вопрос. Борис Борисович, все-таки, возможно, недопоняли вы друг друга вопрос и ответ как-то не коррелирует. Дело в том, что вот это дрожание, не уширение, а дрожание, его вряд ли можно объяснить вот такими, это же медленные процессы, вот лазер там что-то такое. А это очень-очень быстрый процесс, вот дрожание самой линии, вот не уширение. Линия сама, ну вот это вот качество линии, оно именно вот прям вот четко, вот посмотрите, шарик дрожит. Это вот приходит, вот флюоресценция этого облака вот туда, он дрожит. Что там происходит? Атомы двигаются там, у них есть тепловая скорость, они вот как-то меняют размер чуть-чуть шарика. Вы же не шарик там измеряете, а вы измеряете состояние отдельного атома. Я фокусирую излучение полное вот этого шарика, который состоит из миллиарда атомов, в фотоприемник, и слежу за флюоресценцией этого шарика. Вот это дрожание шарика, оно вот сюда входит, в дрожание вот этой линии. Ну хорошо, давайте на этом этот вопрос закончим. Значит, Андрош Ковач задает вопрос. Андрош, Андрош, по-русски говорит, Андрош, what language would you prefer to put your question? Андрош, мы не слышим тебя. Сейчас, сейчас, сейчас мы, сейчас услышали. Да, сейчас услышали. Андрош, what language would you prefer to put your questions? Не слышим, мы его не слышим. Мы не слышим. Андрош, мы тебя не слышим. Сейчас, сейчас. Хорошо. Хорошо, вот я по-русски задам вопрос. Андрош, Андрош, ближе к микрофону, потому что практически не слышно. Хорошо, момент. Да, я по-русски задам вопрос. Вы рассказывали о параметрах дельта, там дельта 0, дельта 1. Можете сказать еще раз, что такое эти дельта 0, дельта 1 и как вы их измеряете? Дельта 0 и дельта 1 – это элементы, скажем так, квантового дефекта. Вот здесь формула есть, вот она. Это так называемая формула Ритца. То есть оказалось, что квантовый дефект, в первом приближении он такой вроде n минус дельта 0. Борис, мы не видим этой формулы. Нет, нет, видим, видим, все нормально. Ну, с девочкой показываю я. Видно? Это у тебя что-то с компьютером. Мы видим эту формулу. Да. Ну вот квантовый дефект он имеет, тут в принципе может быть еще слагаемый, там для каких-то других элементов. Там еще дельта 2 появится, и здесь будет четвертая степень. То есть это называется формула Ритца. Это вот стандартная история для квантовых дефектов. Получено в случае кальция теория, это так называемая теория многоканального квантового дефекта. Да. Ну а вот эти числа, которые экспериментально получены, они получены с помощью аппроксимации наших ен. Мы меряем вот этот ен, а дальше мы туда задаем свободные параметры е и дельта 0 и дельта 1. И аппроксимируем наше значение вот этой формулой. И вот, ну вот если тут посмотрите, наше значение, они вот для дефектов, они не такие точные, как полученном там в работе 1, там еще более точный эксперимент. Но при этом потенциал ионизации, он лучше, чем вот порог ионизации, вот двойка, это вторая работа японцев, которая вниз стоит. У нас точность измерения уровней просто выше, чем у них на порядке. Спасибо, Андрош, ты выключил опять свой микрофон, это больше нет вопросов? Нет, нет, это вопрос, спасибо. Ну, надеюсь, ты понял, что они свои результаты этой формулы аппроксимируют, оттуда получают дельта 0 и дельта 1. Спасибо, Андрошу, за вопрос. Кстати, Андрош, ты сейчас в Финляндии? Да, да, я дома. А, в Венгрии? Нет, нет, в Финляндии. В Финляндии. Просто, может быть, Борис Борисович, интересно, что у нас тут аудитория от Владивостока до Лос-Анджелеса и много разных людей. Вы знаете, вот этот смешанный формат, ну вот сейчас у нас не смешанный формат, но и смешанный формат, он позволяет, да, действительно. Да, по всему, по крайней мере, нам еще не удалось привлечь из южного полушария никого, а вот из северного тут из очень разных мест. Спасибо. Спасибо. Андреев задает вопрос, пожалуйста. У меня два небольших вопроса, ну, наверное, больше образовательных. Можно ли что-нибудь сказать о форме риттберговского атома? Ну, значит, соотношение объемов по отношению к основному состоянию или геометрии их взаимного расположения в комплексах или в молекулах, о которых вы упоминали? Да, конечно. Значит, вплоть до того, что они их прямо экспериментально можно измерить, но по сути, значит, обычные риттберговские атомы в зависимости от Л, вы еще, наверное, в химии видели, да, Л равная нулю – это сфера, Л равная единичка – это такая восьмерка объемная, Л равная двойка – это две восьмерки, три восьмерки. И чем выше Л, тем становится более плоская, значит, структура. Ну, а вот здесь приведен комплекс, да, из двух атомов. Один Л очень большой, а второй, по-моему, П – это единичка. Вот получается вот такая форма. Хорошо, спасибо. А что это? Ну, это тоже атом водорода, но у которого состояние как единица на n квадрат. Первый раз лучше. Ну, все, тогда вопрос снят. Спасибо. Ну, это стандартная, можно я поясню? Это стандартная модель, только… Евгений, Евгений, не нужно. Не нужно нам… Не нужно? Ну, хорошо. Голодному синтезу. Борис Борисовича учить мы не будем. Пусть он остается ортодоксальным физиком. Он больше там сделает, безусловно. Спасибо, Андрееву, за вопрос. Широносов, пожалуйста, Валентин. Включить надо звук. Да, я включил. Борис Борисович, вопрос такой. Вот на самом деле вещь идет, как понимает Тамарна ловушка. Тамарна ловушка бывает, как обычно, вне зонах параметрического резонанса. У вас все-таки в зоне параметрического резонанса у вас резонанса ловушка. Потому что есть работа Оскар-Яна, не буду перечислять, очень много всяких работ. Есть чисто перемены, поле, есть комбинации, магнитных и так далее. Вы, наверное, курсе этих работ. У вас все-таки в зоне параметрического резонанса, либо вне зонах? То есть эти ловушки рассчитываются, на самом деле? Да, спасибо большое за вопрос. Значит, у нас бывает два типа ловушка. Одна из них резонансная, другая нерезонансная. Вот то, о чем вы говорите, это нерезонансные ловушки, дипольные ловушки. И вот дипольные ловушки, они используются вот здесь. Когда у вас есть фокус, и тут нерезонансная штука притягивается вот сюда. И тут действительно возникает параметрический резонанс. У нас даже есть работа. Мы делаем дипольные ловушки, у нас тоже есть. А магнитооптическая ловушка – это резонансная ловушка. Там принцип совершенно другой. У вас ловушка обеспечивает толчки фотонов. То есть у вас атом поглощает фотон, а потом его испускает. То есть это немножко другого типа ловушка. Да, я просто немножко запомню, что на самом деле можно просто рассматривать общую модель. Это удержание частиц любых там переменных. Как у вас есть глубокий потенциал, да, у нас есть потенциал. За счет неоднородности полей. Не за счет толчков, а за счет можно создать определенную конфигурацию. Обычно я считаю, что такие ловушки невозможны в резонансе. Поэтому мы в облеску премию дали за нерезонансное. И все сомневались. То есть у вас получается в зоне промоктического резонанса. Обусловлено неоднородностью полей. И неважно, там магниты, немагнитные, постоянные перемены. У нас не связаны с неоднородностью полей. Не связаны. А, понятно. Дипольная ловушка связана с неоднородностью, что у вас есть потенциал. А тут именно связано с тем, что атом поглощает фотон и спускает. То есть как бы за счет толчков фотонов. Ну понятно. То есть можно так-то подобрать. А черно поля играет роль. Играет роль, но они играют роль в том смысле, что они под... Вот магнитное поле там зачем? Она подстраивает за счет Зимановского сдвига атомы в резонанс с полем. Просто мы в 70-х годах занимались и занимаемся как раз удержанием плазмы просто еще. То есть как раз возникает... Плазма это не резонансная ловушка. Плазма там магнитное поле. Мы тоже занимаемся. Но сейчас как раз магнитное поле... Единственное здесь интересно то, что нет смысла говорить о температуре. То есть когда есть упорядоченное движение атомов молекул, неприемлемое понятие, и как раз возникает проблема холодного ядерного синтеза. Вот и все. Здесь нужно принципиально разделить две области. Одно дело, когда можете ввести среднестатические, когда не можете. А когда есть упорядоченное... Вот у вас вопрос только закладывал. Когда упорядоченное, бесполезно горить в температуре. У нас упорядочения нет. Валентин, это уже некое соображение, но очень глубокое, очень важное. Я извиняюсь, да. Давайте в дискуссионном, чуть-чуть позже вы выступите с этим. Это важное утверждение. Подискутируйте насчет упорядоченности, неупорядоченности. Это важно очень. Но чуть попозже. Спасибо. Годин, Сергей, вопрос. Борис Борисович, у меня вопрос по технике эксперимента. Вы упомянули уровень вакуума 10-11 Торичелли. А вот какими средствами вы достигали этого уровня и как вы его измеряли? Это первый вопрос. Это хороший вопрос. Второй вопрос относится... Подожди, Сергей, пусть ответит. Потом, а то мы забудем твои вопросы. Хорошо. Начну. Это хороший вопрос. Вот в Исане в какой-то момент директор Исана сказал, что лучше, чем 10-6. Даже не говорите мне, что вы будете делать 10-6. Но прошло много времени. И, значит, появились инструменты, которые позволяют сделать вот такой просто, можно сказать, космический вакуум, который наблюдается на расстоянии миллион километров от Земли. Как это делается? Ну, прежде всего, важно тот материал, из которого изготовлена камера. Ну, вот в России может быть делать, а может нет. Ну, вот мы заказываем компанию МДС в Америке. Это специально низкоуглеродистая сталь, которая позволяет действительно откачать очень хороший вакуум. Если у вас будет высокоглеродистская сталь, если у вас там будут какие-то дополнительные примеси, никогда вы не откачаете ничего подобного. Это первое. Второе. Значит, все частей из многих частей состоят с установкой. Здесь вот прокладки важную роль играют. Тут медные прокладки, они закусываются специальным образом, поэтому вакуум не пропускают, воздух не пропускают. Теперь система насосов. Ну, вначале идет, вот он, вот шланг идет, это обычный. Форвакуумный. Форвакуумный, но вот форвакуумный не очень хорошо, потому что он все-таки с маслом. У нас есть роторный безмасляный насос, но он докачивает до 10 минус 1, 10 минус 2. Значит, вот дальше идет турбомолекулярный насос. Он уже может, это обращается в винт, там хорошие, отличные подшипники, 80 тысяч оборотов в минуту. Откачивает порядка до 10 минус 6 степени. Дальше, что мы делаем, мы обматываем всю установку эту нагревательными лентами и на протяжении недели отжигаем ее. Просто я не вижу лент нагревательных. Ну, уже сняли, они уже не нужны. Я вам просто говорю, что мы наматываем это все, значит, нагревательные ленты. Это сверху мы еще фольгой обматываем, это все греем. Греем до температуры порядка 200 Цельсия и качаем, ночуем там, следим. И после того, как это все сделали, дальше врубаются вот это насосы, это так называемые ионные насосы. Ионные насосы представляют из себя две титановых пластины, здесь еще магнитное поле, магниты постоянные. Прикладывается порядка 7 тысяч вольт между ними. И ионы летят от одной стенки в другой, и титан очень хорошо сорбирует на себе всю грязь. Значит, из-за того, что вакуум уже глубокий, он может работать бесконечное количество времени. На этой установке ионные насосы уже работают непрерывно, не останавливаясь 10 лет. И чтобы сделать еще лучше вакуум, тут вот внутри еще стоит титановая спираль, которая испаряется. Мы ее испаряем там раз в несколько месяцев. Она испаряется, покрывает внутри камеры небольшой слой титана, который тоже на себя все это тянет. Значит, дальше вопрос, как измеряется. Ну вот до 10 минус 10 мы измеряем по току. Вот дальше, то есть ток внутри ионного насоса, прям датчик стоит. А дальше, как я вам уже говорил, можно определить, и это самый правильный способ, определить по времени жизни нашей ловушки. Это самый правильный способ определения вакуума. И вот этот стандарт, он как бы сейчас включается в меру в Париже. Вот его создатель это Турлаб Андрей Вадимович. Таким образом мы определяем. Ну, прекрасно. Спасибо за ответ. Да, я удовлетворен полностью. Еще маленький вопрос по поводу измерения микроволнового излучения в гигагерцовом диапазоне. Вот какие вы приборы для этого использовали? Значит, вот это, вот в случае в нашем, это очень просто. Сейчас покажу вот эту картинку. Также вот падение флюоресценции. Вот у нас линия здесь. Добавляем микроволновое поле. Вот если микроволнового поля нет, вот так же по падению флюоресценции. Линии, вот это красное, нет, без. Radiation on. Radiation on. Появляется сигналчик. А, окей. То есть вы использовали, собственно, не приемник, а излучатель гигагерцовый. Да. Ну, понятно. Нет, тут просто вот как вот падение флюоресценции, вот наше облако, появляются резонансики. Но вот в нашем космическом эксперименте мы будем действовать по-другому. Здесь мы не можем сказать, сколько, ну, количества. Мы можем сказать, что появились, да, а количества не можем сказать. Дальше, там мы будем просто прикладывать в постоянное поле резко, отрывать электроны от этих риттбергов и считать поштучно, значит, сколько электронов попало в нашу микроканальную пластину. То есть, по сути, детектор – это риттберговские атомы. То есть, риттберговские атомы переходят с одного состояния на другое, а дальше мы либо падение флюоресценции регистрируем, либо отрываем электроны и регистрируем электроны. Ну, очень красиво, да. Спасибо за ответ. И еще один маленький вопрос, если можно. Вот вы упомянули в докладе о том, что на основе риттберговских атомов можно сделать квантовый компьютер. Да. Вот скажите, пожалуйста, этот компьютер можно использовать как обычный компьютер для симуляции, для игр, для майдинга криптовалюты или какие-то специфические применения у него? Да, это тоже отличный вопрос. Значит, на данный момент квантового компьютера, по сути, который будет являться машиной Тьюринга, которая будет универсальной, он здесь и существует, там вот эта компания IBM на сверхпроводниках или Google, то пока они медленнее, чем обычные компьютеры из-за того, что их количество вот этих кубитов, основных элементов квантовых компьютеров, их достаточно мало. Проблемы там мы все время встречаемся в Академии наук и на конференциях, постоянно обсуждается проблема. То, что я показывал, это так называемый квантовый симулятор. Для каждой задачи нужно делать свой квантовый симулятор. Но есть проблемы, которые существуют, но они на данный момент являются техническими. Чтобы создать квантовый компьютер, уже понятно, что надо делать, пока не хватает точности операции. То есть сейчас достигает точности 2 девятки, нужно хотя бы 4 девятки точности. Ну и масштабируемость. Есть проблемы с масштабируемостью. И вот я считаю, что на риттберговских атомах это наиболее перспективный путь. Ну, есть проблемы, но на это целые конференции посвящены. То есть, в принципе, возможно создать машину Тюринг, которая будет все делать. На данный момент превосходство перед обычными компьютерами достигается только на квантовых симуляторах. Понятно, хорошо. Спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо Сергею Годину. Никитин Александр Павлович задает вопрос. Борис Валерьевич, да, интересные эксперименты надо изучать. Я, может, до конца не понял, но тем не менее возникают эти вопросы. Знаете, я хочу вернуться опять к этой фотонной ловушке. Вот характеристики лазерного луча, которые действительно образуют эту ловушку. Как вы нашли и не пытались ли их менять, эти характеристики в процессе эксперимента? Что бы он в этом случае возникал? Да, конечно, характеристики мы можем менять в широком диапазоне. Ну, во-первых, не мы придумали эту магнитооптическую ловушку. Я еще раз повторю, первый эксперимент по созданию – это 1989 год. Магнитооптические ловушки уже изучены вдоль и поперек. Значит, какие характеристики? Ну, вот магнитооптическая ловушка, лучи, там где-то размеры этих лучей порядка пары сантиметров диаметров. Мощность в этом паре сантиметров всего лишь, там, в каждом луче порядка 40 милливатт. Это излучение вблизи резонанса перехода определенного. Но мы можем отстраивать по резонансу, по длине волны, там, порядка 100 МГц в одну, ну, в красную сторону. При этом меняются, естественно, характеристики ловушки, меняется концентрация, меняется температура. У нас даже есть, ну, я здесь не перевел, но у нас есть графики, как меняется от стройки, как меняется от интенсивности, как меняется от магнитного поля. Ну, диапазон достаточно небольшой, то есть плотности порядка 10 в 9, 10 в 11 частиц на кубических сантиметров. Ну, количество, там, до, ну, может быть, очень мало, может быть, до миллиона, до миллиарда частиц. И, что еще можно сказать, температура. Температура от Доплеровского предела, где-то порядка 160 микрокельвинов, ну, до, там, нескольких миликельвинов. Валентин Валентинович, ну, характеристики фотонного луча, лазерного луча зависят каким-то образом, и это известна зависимость от летящих атомов. Да, конечно, то есть мы настраиваемся таким образом, чтобы, там, ну, вот, на максимальную эффективность настроена, там, 20 МГц в красную сторону. То есть это зависит от температуры атомов, да. А эта формула у вас, вот, может, я про попал, есть? Ну, я презентацию тут не приводил, ну, ну, это общедоступная информация в интернете, вы можете забить магнитооптическую ловушку, и, в принципе, там все есть, и дерметриодор. Ну, это, это сейчас, если, ну, в некоторых, в некоторых местах, там, я когда пишу статьи, есть специалисты, то мы уже пишем просто. Магнитооптическая ловушка уже даже никто не слушает, то есть это такая уже, ну, вот, я рассказываю в институте, то есть это такая общедоступная информация, и уже давно известно. Ну, понятно, значит, скажем, атомы лития летят, характеристики лазера одни, да, в зависимости от этого, или другие атомы летят, надо эту ловушку другую делать? Да, конечно, даже литий-6 и литий-7 характеристики ловушки отличаются. Ну, если литий-6, литий-7, это они, ну, это зависит от длины волны перехода, да, вот, литий, это 771 нанометр, а вот я показывал кальций, там, синий уже цвет, это 423 нанометр, то есть даже цвет разный, как бы, да, то есть для каждого конкретного атома нужны совершенно другие. А по длине меняется, по длине, вы же говорите, ну, вот, вы, там, быстрые электроны, или по длине вы их уменьшаете, уменьшаете скорость. Характеристики лазера надо менять по длине этой трубы? А, вот это вот тоже интересный вопрос, значит, вначале, когда на заре лазерного охлаждения думали так, это вот, то, что вы говорите, это называется метод ЧИРПа, когда атомы летят, у них уменьшается скорость, и вы постоянно меняете частоту. Но это не очень удобно. И сейчас вот на наших установках меняется не частота лазера, а меняется магнитное поле. Магнитное поле постоянно подстаривает резонанс атомов в резонанс вот с этим излучением. То есть излучение на одной частоте постоянно, оно стабилизировано, а в зависимости от геометрии, да, вы меняете магнитное поле. Спасибо. Спасибо. Интересно. Спасибо Александру Павловичу. И Филипп, пожалуйста, Филипп Иванович, пожалуйста. Простой вопрос. Вы обещали про экситоны рассказать что-то, но как-то они выпали у вас. Я хотел бы узнать, это про Ванье Мотто, да, какие-то у вас? Сейчас вот я... Было, было у меня. А, было? Немножко, немножко было, но очень... Я не сильно уделял, но я не очень много занимаюсь. Вот, это спектры, закись меди, экситоны. А, то есть как бы так, скользь, да? Я как-то не обратил это внимания. Да, ну, что тут про экситоны? Что-нибудь новое есть сейчас по сравнению с моделью Ванье Мотто или так далее? Да, да. Вот сейчас очень... У меня только что я писал отзыв на диссертацию Семиной, значит, она... То есть сейчас прям новый всплеск исследования именно вот на наночастицах. Ну, вот самый классный эксперимент вот закись меди. Почему? Потому что они очень чистые. Этот закись меди можно сделать очень чистую. И вот там в оптическом диапазоне видны вот эти переходы. А вот какой уровень-то у них? Уровни какие? От какого диапазона до какого? Ну, вот видите, тут 3, 4, 5, 6, 8. Максимальный там 26, что ли, они получают. Видят, 26 или 30. Вот какой-то такой. Да. И это где вы говорите? В меди или? Ну, вот закись меди? Нет, там много. Я, честно говоря, сейчас не вспомню точно, но я могу прислать автореферат. Ну, хорошо. Вообще, мне было бы очень интересно. А с алмазами ничего у вас нового нету. Мы вот занимались алмазами когда-то, но в основном бором. А мне бы вот интересно было бы и другие вот, ну, типа, легирование азотом там не попадалось до этого. Ну, я еще раз говорю, я не являюсь специалистом по экситонам. У нас была одна работа, которая касается как раз замедления рекомбинации в магнитном поле экситонов. То есть мы показали там, что есть замедление рекомбинации. А вот именно экспериментальные методы, ну, я с экситонами просто не работаю. То есть реагенными температурами вот для подложек это вы не занимаетесь? Нет, у меня чистые атомы, газ атомов, и я вот это охлаждаю. Для ушей такого. Если вам интересно, я могу выслать автореферат диссертации. Вот это было два года назад, даже целая конференция проходила в Новосибирске по этой тематике. Вообще, мировое, вот такое, есть такой небольшой всплеск интереса к экситонам и ритберговским экситонам. Там и экситоны вот бывают нейтральные, да, вот как тут приведено, но бывают там заряженные экситоны, там две дырки, один дырки, да. То есть там целая наука. Я, к сожалению, не являюсь специалистом. Но я могу автореферат прислать. Да, хорошо было бы, спасибо большое. Ну, я не знаю, вы можете через Зателепина выставить. Хорошо, я ему вышел. Валер, как, можно это сделать? Филипп, Филипп, конечно, да. Вы или мой e-mail сбросьте им, Борис Борисович. Вы, кстати, знакомые и лично, Борис Борисович. Я у вас был в гостях, смотрел ваши установки. Вы знаете, что я сделаю? Я вот могу вообще вот так вот сделать, сейчас в чат кинуть. Сейчас. Ну, все равно, Борис Борисович, скиньте. Ну, хорошо, ладно. Лучше через, чтобы время не тянуть. Я знаю, я знаю, мы знакомы действительно. Да, а Манныкин жив еще, нет? Нет, к сожалению, Манныкин умер два года назад. Ну, спасибо. Я к ним тоже знаком лет 40-30 с 80-х годов. Время быстро летит, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо Филиппу за вопрос. Ну, и последний вопрос я задам, значит, если позволите. Ну, он такое все-таки к нашей науке относится, некое отношение имеет. Борис Борисович, у нас тут есть такое направление, вы, наверное, это слышали, об эфире. О том, что вот существует некая среда, в которой мы, кроме вот воздуха, в которой мы существуем, она электромагнитное поле, собственно, так сказать, вот это и есть, проявляется через электромагнитное поле, и там много спекуляций на эту тему. У меня вопрос. Вот вы в своих экспериментах, поскольку вакуум довольно большой, и вы, как я понимаю, многие годы в большом вакууме, то есть там уже воздух не путается под ногами практически, или там другие испаренные атомы не путаются под ногами, и можно, может быть, почувствовать, что что-то еще есть. Вот это. А чем вам не нравится вакуум-то сам физический? Он же, это же тоже какая-то субстанция, из которой все рождается, и все еще. Он мне нравится. Там есть вакуумные флуктуации. Почему нужен еще какой-то дополнительный эфир? Вот мы видим, что... Вот там есть... Я студентом... Борис Борисович, ну, есть вакуумные флуктуации, но они определенного уровня. Ну, например, уровня, скажем, 0,5 мэва. А вот хотелось бы, и, видимо, можно ожидать и меньшие уровни. Ведь вот реликтовое излучение, это излучение в чем-то вот, и с такой маленькой энергией. Еще раз мой вопрос задаю. Значит, вы ощущаете, что что-то еще там есть, или таких ощущений нет? Ну, вот я когда со студентами обсуждаю, вот что такое вакуум, и вообще как его ощутить, да, мы видим... Вот у нас есть атом, он... Мы его возбуждаем. На первый возбужденный уровень, да? И электрон оттуда по какой-то причине падает. И я спрашиваю у студентов, ну, вот он падает-то почему? Вообще нам нужно третье какое-то тело, чтобы он упал. Других атомов нет, излучения нет. А ширина линии, падает он за времена там 10-20 наносекунд. Вот он упал, и мы вот в нашем вакууме, в этом глубокем, видим ширину эту линию, естественную ширину линии. Вот ее мы и наблюдаем. Вот эти вакуумные флактуации, которые постоянно трясут наши атомы, мы, конечно, наблюдаем. Но больше... Хороший комментарий, спасибо. Ну, тогда, может быть, еще некоторые нюансы этого вопроса. Вот вы от времени суток или от времени года какие-то ощущаете нюансы в работе ваших установок? Нет, не ощущаю. Понятно. Друзья, что... То есть, знаете, это тоже история про качество эксперимента. Раньше, чтобы такого типа установку сделать, как у нас, надо было делать это в здании, вот в Новосибирске, как раз в Академном городке, там практически все такие здания. Все эти лаборатории ставились раньше в подвалы и отдельно развязывали фундамент. Из-за того, что там трясет, не трясет. Потом очень важна действительно влажность, температура воздуха и так далее. В нынешних условиях мы создаем идеальные условия в лаборатории. У нас столы такие специальные обладают антивибрацией. У нас постоянно идет контроль температуры и влажности воздуха. Поэтому даже в иностранных, в старых, скажем, неплохих, очень хороших лабораториях, где, в общем-то, все сделано, но где не выдержаны вот эти стандарты, там действительно зависит. И летом они не могут работать, там зимой могут, там еще что-то. Мы не испытываем таких проблем, к счастью. Ну, от космических излучений вряд ли вы защитились, а они все-таки сильно зависят. На нас не влияют космические. То есть наши эксперименты не подвержены космическим излучениям. Понятно, ответ получен. Друзья, ну вот, может быть, у кого-то комментарии есть. Вот начали, первая рука появилась. Ну, может быть, еще кто-то хочет высказаться. Спасибо. Ну, вот, значит, тот, кто захочет высказаться, пожалуйста, поднимайте руки. Евгений Егоров. Только, Евгений, пожалуйста, без рекламы, а именно по существу доклада. Да у меня вопрос. Вот, так сказать, в развитии вашего. Ну, погодите вы чуть-чуть. Ну, что вы рот все время затыкаете, черт побери. Вот вы не видите в своих экспериментах ни фаз Луны, ни активности Солнца, ни вот таких вот глобальных, так сказать, изменений, которые, ну, к примеру, так сказать, ну, видны на, так сказать, статистике просто-напросто атомных распадов того же самого Плутония. Вы этого ничего не наблюдаете? Вы как-то от этого отсеклись? Нету, нету нас этого. У нас, нет, у нас есть атомы, там, вот, знаете, ведь на наших, ну, то, что у меня кальций, например, установка, мы делаем на них, мы не делаем это, но у нас же есть метрологическая служба в НИИФ-3, да, мы делаем на стандартах атомных, делают часы, сверхточные. И действительно эти часы, в принципе, если их поднять на 20 сантиметров, даже на 20 сантиметров, они, вы можете увидеть разность во времени. То есть сейчас точности порядка 10 минут 19 секунды. То есть если такие точные эксперименты делать, конечно, на них влияет все, то есть гравитация. И сейчас вот тоже еще очень интересное направление развивается, называется квантовые гравиметры. Да, там это наблюдается. Но в наших экспериментах у нас не такие точные эксперименты, и мы в наших экспериментах этого не видим. Спасибо. Евгений, вопросы закончились, у вас был же комментарий, я вас просил. Ну, комментарий, пожалуйста, могу сказать комментарий. Прекрасная работа, совершенно замечательный экспериментальный уровень. Зависть берет, такая светлая. Спасибо. Ну, спасибо. Егор, он немножко о другом хотел сказать в своих первых вопросах, но подзабыл, видимо. Спасибо. Дангян, пожалуйста, комментарий. Да, эта тема была уже затронута. Я хотел бы еще раз по поводу более глубоких состояний атомового народа. Хорошо было бы, используя ваши опыты по экспериментальной установке хорошие, исследовать еще и глубокие состояния, помимо возбужденных. Ну, наверное, там нужны какие-то другие лазеры совершенно. Каждый лазер – это целое состояние. Борис Борисович не очень понимает, о чем ты говоришь, но речь идет об атомах, ну, это предположительное, ну, мы считаем, что мы это доказываем, о том, которые имеют уже даже… Энергию ниже основного состояния. Энергию ниже основного состояния и большую, ну, вот если происходит образование этого состояния, то излучаемая электромагнитная энергия, ну, достигает килоэлектрон вольт и даже сотен килоэлектрон вольт. Я на самом деле это понял, и вот я вам могу пример сказать, значит, вот для того, чтобы сделать магнитооптическую ловушку для атома водорода, а она не создана, нужен лазер на длине волны 120 нанометров. Такого лазера просто не существует. А то, о чем вы говорите, это еще меньше длина волны и, соответственно, это длина волны. Может быть, ловушка не нужна, просто исследовать спектр от водородов и определенных условий. Спектр тоже нужны, и детекторы на длину волны, то есть, в принципе, все возможно, но это огромные деньги, огромные просто. Понятно. То есть, я знаю, вот антиводород, эксперимент по антиводороду, которого я касался, там они как раз спектроскопии антиводорода пытаются, и там эта четвертая гармоника, и этот лазер стоит, я не знаю, под миллион долларов один. То есть, это, когда идет речь об очень высоких энергиях, а я так понимаю, это очень высокие энергии, то, да, это целая прям… Начиная с 50 электрон-вольт, не обязательно очень большие. Ну, 50 электрон-вольт, Арайк, это огромное, они даже таких не понимают энергий. Нет, мы понимаем таких энергий. Милли-электрон-вольт, милли-электрон-вольт. Спасибо, Арайку, за комментарий и за предложение. Это интересное, кстати, да, предложение, может быть, когда-нибудь к нему кто-то и обратится. И Валентин Шароносов, пожалуйста, комментарий. Я просто хотел вернуться к вопросу о температуре, то есть, в случае, вот то, что наблюдается, это марк на ловушке, удержание, неважно, частицы, световом, в таком различных полях. И когда возникает самоустойчивая такая нервная система, там бесполезно говорить о температуре. Мне пришлось удовольствием, когда Угенбург выступал на семинарах по поводу удержания плазмы всяких образований. Я тогда и сказал, что бесполезно говорить о температуре шаровой молнии. Там, на самом деле, довольно упорядочено движение. И поэтому температура там фактически ноль. Они сперва возмутились, но потому, когда я объяснил свою подходную концепцию, они согласились. То есть, вот здесь, может, с точки зрения температуры, интересно именно понятие холодного термоядерного синтеза. То есть, в локальных областях могут возникать вот такие вещи, где происходят довольно необычные явления. Спасибо, больше ничего никто скажет. Ну, я хочу сказать, что действительно, вы правы. Температура, когда такая неравновесная система, о температуре невозможно говорить. Значит, просто о температуре. То есть, там что-то не совсем доброе. Скажем так, не совсем доброе. Но говорить о том, что там есть какие-то такие всплески энергии, которые позволяют вам наблюдать. То есть, мы эти энергии, мы видим. Мы видим, как они разлетаются с атомами. Мы можем посмотреть, вот как облако разлетается. Все атомы мы видим, как они разлетаются со сквозь. Мы вплоть до каждого атома можем смотреть, как они летят, куда они летят, что там происходит. То есть, говорить о том, что там могут быть такие огромные энергии, которые могли бы привести к термоядерному синтезу. Ну, сложно. Какое может быть? И нельзя ничего отрицать. Возможно, там есть какие-то короткие флуктуации, которые могут там очень маленькой области... Нет, я поясню. Речь идет, на самом деле, о поддраматорном удержании плазменного образования. То есть, нужно несколько привлекать такие соображения. И когда есть внутренние, вот там я говорил про это, есть внутренняя потенциальная энергия, на самом деле, кинетическая энергия. Вот там, в учебнике, все это описано. То есть, здесь нужно вернуться к классике, правильно пересмотреть, и тогда очень просто получается объяснение многих эффектов. Ну, поддраматорные, еще раз, поддраматорные ловушки, это вот дипольные ловушки, мы тоже их делаем, да. Там, естественно, есть и параметрические резонансы и так далее. В случае магнитооптической ловушки там нету. Это тоже поддраматорные. Это работа еще с Корьяномом была. Когда он был жив, работал, он все это делал. Это дипольные ловушки, я знаю, работают с Корьяном. А это все есть, поддраматорные действия. Ну, ладно, не будем дискуссировать. Спасибо. Спасибо, Валентин. Ну, он немножко о разных вещах, вы говорите. Ну, действительно, ведь для Бориса Борисовича совершенно не важно, какая температура. Ему нужно, ведь для чего ему нужно? Ему нужно энергию повысить. А назовешь ты ее температурой или энергией, ему это совершенно не важно. Ему нужно просто поднять электрон. Для этого ему нужно замедлить атом. Вот в чем все дело. Как это называть, Валентин? Это не очень важно. Анатолий Иванович. Можно говорить о средней кинетической энергии. Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Анатолий Иванович, чего-то, что-нибудь собираешься прокомментировать как-то? Ну, ты просил меня выступить. Я готов буквально там на пять минут свое мнение. Вы, так сказать, в связи с докладом сказать. Значит, если дашь возможность демонстрации экрана. Демонстрации экрана, пожалуйста. А я тогда должен выключить. Сейчас я выключу. Валер, я могу демонстрацию экрана? Да, но для этого нужно, чтобы Борис Борисович выключил. Да, я вот вышел. Вот сейчас, пожалуйста. Давай, включай свой экран. Ты можешь, да? Друзья, куда? Ты там не запустил, наверное, пауэрпоинт свой, так? Ну, сейчас видно. Вот сейчас видим статью, да. Ну, я хотел напомнить, что вот у нас, так сказать, ну, Борис, Борис, конечно, он помоложе нас, значит. Ну, мы вот с Филиппом Васекайло Манекина знали на протяжении действительно многих лет. И нас свела одна тематика. Это физика шароимовная. Значит, ну, я напомню, что, так сказать, у Манекина много работ. И на самом деле то, что он обещал, это не супер какие-то, так сказать, вот такие маленькие энергии, остановка атомов, ловушки. А он обещал, что все-таки, значит, вот когда неизолированы риттбергские атомы, а когда они соединяются в некоторые, значит, комплексы, типа вот он назвал это риттбергское вещество, оно заключается в том, что все-таки идет перекрытие электронных оболочек. И вот, в частности, была рассмотрена задача о том, чтобы, вот, так сказать, какова же все-таки, для чего вообще это нужно, риттбергские состояния. Ну, вот сейчас мы поняли, что, так сказать, ну, есть направление, связанное, ну, допустим, с новыми датчиками, так сказать, которые, ну, сложноваты. Может быть, они и не пойдут в этот самый дорогие игрушки. Ну, вот, то есть, для чего нас зовет, Борис Борисович, куда, так сказать, ну, наука-наука, а с точки зрения практики, казалось бы... Я вас зову к звездам. С точки зрения практики, это, ну, так сказать, гора родила мышь. Я бы так сказал. На самом деле... Я могу прокомментировать. Можно? Минутку, можно я закончу? Значит, потому как все-таки, значит, ну, я вот сейчас, значит, слайшу его попробую, если получится. Значит, вот. Ну, вот статья была в 2011 году. Ты видишь, а мы не видим. Это не ты, а? Мы ее видим по-прежнему, но показывай, хорошо. Значит, этот самый... Ну, статья-то вот вышла не в 1970 году, а в 2011 году. И Монекин говорил, что вот энергия связи, во-первых, там ожидается, это достаточно устойчивое вещество должно быть. 0,1-0,2 электроновольта на разрыв. То есть, так сказать, вот это довольно прочное вещество, которое не разрушается при тысяче градусах. Обратите внимание. Значит, и для чего он предлагал-то все это дело? Ну, если хотите, это действительно под флагом создания некого энергетического резервуара. Вот вначале прямо написано, что возможность концентрации энергии в таком веществе. То есть, ну, это, если хотите, там плазменная взрывчатка, так сказать, в которой будет накаплена вот энергия, так сказать, ну, вот в этих вот рейтбергских состояниях, она приличная довольно. Значит, и если удастся ее подорвать с помощью, допустим, разрушения вот этой металлизированной, так сказать, зоны, так сказать, вот как в металлизации, так сказать, мы зону проводимости разрушим, ну, вот, значит, и тогда можно попытаться высвободить эту энергию там, значит, вот. И более того, вот эта вот статья, вы вот видите, значит, они, значит, в МИФИ как раз вашим любимым делалась эта работа. И действительно, в ряде экспериментов визуально наблюдались, значит, плазменные объекты, имеющие вот такое яркое красное свечение, значит, ну, при, вот, это, вот, следствие уже некого электрического разряда. Вот. Ну, здесь я, собственно, в большем объеме это показываю, значит, в зуме, чтобы было понятно. Значит, ну, а все-таки, значит, с чего это началось, вот, взаимодействие с Мамыкиным, в том, что, так сказать, ну, после работ Капицы действительно все были увлечены тем, что, ну, вот, 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 вот мы на рубеже создания искусственной шаровой молнии. И действительно, вот, Шабанов, он сейчас присутствует, вот, так сказать, к примеру, там, аналог вот такого долгоживущего энергонасыщенного объекта был создан, так сказать, и не только у него, а в разных группах. Ну, вот здесь вот вы видите такой же, значит, странный объект, который можно создать с помощью СВЧ. Мы получили эти названия, вот, объекты названия плазмоидов, так сказать, ну, это вот... Мы не видим. А? Оль, ты не переключаешь, мы не видим переключение слайда. Нет. Стой, слайд у него, внизу вот, слева. Так, ну, давайте тогда... Давай не будем на это время терять, я знаю, сейчас мы потратим 10 минут на это дело. Сейчас, одну секунду. Словами, Толь, попробуй словами объяснить. Мы поймем. Ну, вот сейчас листается, нет? Сейчас листается, да. Вот. Ну, я говорил вот про эти объекты, которые, так сказать, получили название плазмоидов. Значит, ну, это вот еще один из которых, так сказать, сильно заряженных объектов. Ну, а теперь вот, собственно, на что я рассчитывал услышать от Бориса Борисовича как эксперта. Это вот доклад, который был сделан буквально, значит, вот в прошлом году на 23-й международной конференции в Китае, значит, по холодному синтезу. Ну, и вот Холмлетт, я впервые услышал эту фамилию, так сказать, вот его группа, значит, коллег, которые докладывали нам результаты, значит, вот. Ну, и вот это вот, это самое, ссылка была на эту работу, когда Ритберовская материя, они говорят, что получили сверхплотный водород. Ну, посмотрите, 100 килограмм в кубике плотность. Ну, у всех сразу, так сказать, это сразу же вызвал какой-то, так сказать, ну, если не шок, то, так сказать, ну, интерес к изучению этой темы. Потому что мысли, все знают, что те, кто занимаются холодным синтезом, шли немножко другим путем. Вот. Ну, и вот когда они показали, что сверхплотный водород можно взорвать, его, по сути дела, значит, разрушить, и вот использовали масс-пектрометрическое исследование вот скорости, значит, осколков, значит, видели, что там, так сказать, вот сжаты, значит, вот ядра водорода в таком маленьком водороде на расстоянии почти, вот видите, 2,3 килограмма. десятых пикамма. То есть при разлете получались осколки со скоростями, с энергиями 1 кэф. Вот. Ну, и второй результат, который всех нас поразил, это вот в камере, значит, Вильсона наблюдались треки частиц, очень похожие на странное излучение, которое мы неоднократно на наших семинарах обсуждали и видели. То есть это вот такой вот трек, как гусеница, значит, ну, вот они в своих экспериментах, вот вблизи действующие вот эти вот, так сказать, установки по получению риттбюрдской материи получали зачастую вот эти вот треки. Вот то, что я хотел сказать и то, что хотел услышать, конечно, от Бориса Борисовича, как эксперта, к сожалению, я этого, конечно, не получил. Вот. Уровень, значит, исследований в области риттбюрдских, мне кажется, отдельных атомов, тут говорить пока о риттбюрдской материи не приходится и тем более вот о веществе риттбюрдском, значит, это все-таки он повторял, что плотность, понятно, какая, 10 девятой, 10 четырнадцатой в кубике. Это плотность газовой материи, так сказать. Никакие тут микроны не помогут, они не коллективизированы, эти, так сказать, атомы. Поэтому, ну, можно идти этим путем изучения физики отдельных риттбюрдских атомов. Но вот мне кажется, нашему комьюнити больше всего стоит уделить внимание на изучение риттбюрдских материи, в которых вот эти атомы могут объединяться. Вот. Это что-то очень похоже на, наверное, базаринштейновский конденсат, о которых упоминал Борис Борисович. Но вот насколько он будет устойчив, ну, вот не знаю. Это вот надо в эту тематику, значит, ну, так сказать, внедряться и пытаться получать оценки. Вот, собственно, мое замечание, так сказать, мое видение, значит, к сегодняшнему нашему семинару. Значит, ну, вот интересно, что ответит Борис Борисович на мои замечания. Анатолий Иванович, спасибо. Борис Борисович, я сейчас тоже пару слов скажу и потом дам вам слово, где вы заключительное замечание на все, ну, на общие, так сказать, вот, на вопросы и на замечания или соображения, которые были высказаны. Мне, вот мне, в отличие от Анатолия Ивановича, идея ритберговских состояний кажется чрезвычайно симпатичной, именно отдельных атомов кажется чрезвычайно симпатичной, потому что, ну, тут вот многие знают, Борис Борисович не знает, наверное, скорее всего, мы выдвинули идею так называемого темного водорода, который, в котором электроны располагаются в виде ядра подвижного такого, а протоны на внешних орбитах, и в результате размер такого атома примерно 10 минус 13, даже чуть меньше метра, то есть это 100 пикометров такой атом получается. Вот из него как раз можно получить вот эти самые очень плотные вещества, но вот как его получить, вот этот темный водород, в этом проблема. Для того, чтобы его получить, необходимо на первом этапе, чтобы на обычный протий, вот протон, электрон, налетел протон, то есть нужно иметь, ну, источник протонов не очень горячих, потому что он должен не очень быстро лететь, пролететь, достаточно много времени потратить, находясь поблизости от протия. И вот именно создание, а электрон должен быть у этого протия, должен быть не слишком связан с этим протоном. И вот здесь вот протий в форме Риттберговской, вот здесь он мог бы очень сильно помочь. При этом все это должно быть достаточно сильно захоложено. Вот эта идея, вот эти две идеи, Риттберг и Холод, они мне представляются очень и очень хорошими для наших будущих дел. Немного странно для меня, честно говоря, что Борис Борисович вот при таком существенном вакууме, кстати, насколько я понимаю, вот может Борис Борис прокомментирует, в большом адронном коллайдере вакуум еще на три порядка меньше, чем у него, вот, и в огромном объеме. Нету никаких экспериментальных соображений и несоображений, а результатов, связанных вот с присутствием, ну, хотя бы чего-то связанного вот с реликтовым веществом, реликтовым излучением. Вот это немножко как-то для меня лично странно. Ну, это спекуляция ведь насчет этого вещества, поэтому раз нет, ну, значит, нет. Действительно, доклад очень-очень интересный, и он нам интересен, потому что он позволяет посмотреть, как современные лаборатории работают, потому что мы работаем немножко в других условиях при очень низком финансировании. Спасибо, я закончил. Борис Борисович, ваш комментарий. Ну, значит, по поводу вакуума, действительно, в Церне вакуум глубже, там 10-13, наверное, достигается, но там еще ухищрения там специальные, все время ультрафиолетом облучают, еще что-то там, целая история. Реликтовое излучение, его можно зарегистрировать, оно очень слабенькое, как бы, но в наших условиях это невозможно, потому что он, кроме реликтового излучения, намного больше. То есть, для этого мы действительно собираемся делать именно космический эксперимент, где мы далеко от Земли, где ничего не излучает, и мы видим вот это микроволновое излучение очень много в нашей среде. Даже стенки камеры при комнатной температуре, они попадают в этот диапазон. То есть, в этом смысле, у нас стенки камеры, они излучают в том же диапазоне, могут излучать в том же диапазоне, и поэтому они забивают все это микроволновое излучение реликтовое, скажем так. По поводу детекторов на реликтовских атомах, это не просто перспектива, уже есть даже фирмы, которые продают на основе ячеек, на основе IT-резонанс детекторы, поэтому тут как бы проблема в том, чтобы сделать эти детекторы уже не существует. На основе ультрахолодных атомов нет пока, но это вот тоже действительно они вначале будут, конечно, дорогостоящими, но если это промышленное производство, увеличение количества таких детекторов, оно приведет к уменьшению цены. Что касается космического эксперимента, там есть прикладные вещи, касающиеся, как я говорил, гланас. Сейчас известно, что гланас, когда приходят, происходят вспышки на Солнце, а получается аэносфера из Земли, и там возникают перипердовские атомы, которые излучают на длине волны гланас. И вот это совершенно тема не изученная, и вот это одна из тем, которые мы собираемся вместе с Роскосмосом делать и изучать. Это для того, чтобы гланас уничтожить? Наоборот. Представляете, у вас боевые действия проходят, а тут вспышка на Солнце, и связь не проходит. То есть как, наоборот, предотвратить эти задержки в сигнале и так далее. То есть это очень важный вопрос. Что касается наших исследований по поводу ридберговского вещества, мы больше, то есть ридберговские атомы на данный момент мы используем в плане диагностики как побочный эффект, который возникает в результате образования плазмы. В плазме происходит рекомендация. Нас интересует вообще наша, вот вы видите, она называется лаборатория лазерного охлаждения и ультрахолодная плазма. Нас интересует ультрахолодная плазма. То есть для нас ридберговские атомы, это больше такая вот, мы не хотим, чтобы они образовывались. То есть нас интересует сильно взаимодействующая плазма, структуры, возможные структуры в такой плазме. То есть у нас направление лаборатории исследования, у нас все-таки мы больше занимаемся плазмой, нежели ридберговскими такими молекулами. Да, для ридберговских молекул нужны, например, или каких-то комплексов, нужны еще более низкие температуры, и еще понижать температуру стены камеры. То есть это очень-очень низкие температуры, по крайней мере то, что было получено. Базе конденсат, плотность 10-13 всего, 10-14, то есть это тоже очень низкие плотности, но тут важно, какое соотношение плотности и температуры. Температура в базе конденсате вообще 10-8, 10-9 кельнер. То есть это вот такие вот температуры. Это еще дополнительное охлаждение. В принципе, на нашей установке это возможно сделать. Мы можем уходить дальше. Что касается Холмлида, ну вот можно что-то получить. Мы тоже часто получаем какие-то сигналы. Ну вот самое главное это, то есть вы получаете какой-то результат, а потом его надо как-то определить, что это такое. Можно все что угодно придумывать. Вот есть факт там, работа-выхода. Почему это получилось? Ну надо делать множество дополнительных экспериментов, которые бы доказали, то есть это не один, не два, не десять. То есть нужны подтверждения. То есть вот он опубликовал статью «Физика-скрипт». Не самый крутой журнал, допустим, известный журнал, но нужны еще десяток работ, которые бы повторили этот эксперимент. Все-таки физика – это такая наука, в которой нужна непостоянная проверка. И если действительно то, что говорит Холмитт – это правда, ну Нобелевская премия ему и Нэйча должна опубликовать этот результат и должно быть куча ссылок. Пока мы этого не видели. А работает Холмитт уже, извините, с 80-го года. Поэтому тоже можно доверять этим результатам, но с определенной долей скептица. Так что не знаю, не знаю. Я про то, что никто, кроме Холмитта, о том, что он говорит, не говорит. То есть я других групп не знаю. То, что у Манекина были с ним работы. Ну да, Манекин – он теоретик. Теоретики тоже могут, я знаю по себе, мы можем предсказать все, что угодно. А это еще нужно доказать и проверить экспериментально. Может быть, какие-то вещи неучтенные и так далее. То есть это очень аккуратно надо как-то проходить. Очень аккуратно, вдумчиво. И, конечно, мы все за новые источники энергии, все за тормояд, который в коробочке. Все это прекрасно. Но вот термоядерную станцию делают 50 лет, еще до сих пор не делают. Неизвестно, когда делают. Поэтому все это очень-очень сложно. И будем смотреть, как говорится. Будем наблюдать за тем, что происходит. Спасибо, Борис Борисович. Вот, ну, Холмлида, ну так, мягкая, в такой, в интеллигентной форме, но, в общем, обозначил его место, Борис Борисович, по его мнению. И, возможно, я тут вот видел даже комментарии в чате. Многие и соглашаются, некоторые соглашаются с этой оценкой. Друзья, поблагодарим, давайте, Бориса Борисовича за прекрасный доклад, очень качественного, высокого класса эксперименты. И до новых встреч через неделю. Борис Борисович, вам спасибо. Спасибо. До свидания.